Друзья, всех приветствую на канале Баккаршоу, канале, где у маленьких машинок все по-взрослому. Сегодня уже знакомы вам дрэкспуск по прямой, но давайте немного разбавим рутину классического парного заезда небольшим нюансом. Впрочем, полагаю, вы уже и сами догадались. Да, недаром здесь редком стоят эти несколько автомобилей. Знакомая по американским монстрам соревнованиям картина, не правда ли? Впрочем, давить и крушить мы сегодня ничего не будем, а вот перепрыгнуть эти пять машин, да еще и приехать к финишу первым, это и будет задачей пилотов. Кстати, самые искушенные зрители наметанным глазом уже определили, что на парковке помимо Hot Wheels находятся и модели Matchbox, и до них, включая вот этих суровых ребят из полиции, мы обязательно дойдем. Чуть позже. А пока несколько слов, как и обещал в позапрошлой серии, про финишную линию. Изготовлена она с целью фиксации неочевидных пересечений финишной черты. Другими словами, когда машины приезжают практически одновременно, это устройство помогает понять, чей бампер пересек финишлайн первым. Как это выглядит на практике, вы можете сейчас видеть. Два автомобиля приезжают к финишу размазанными силуэтами, и на глаз определить, кто же победитель, невозможно. Однако, ориентироваться по флажкам, становится понятно, что GT-R на сотую долю секунды все же опередил своего соперника. Что ж, возвращаемся к гонке, и нам остается выбрать для скоростного прыжка два самых неподходящих для этой цели автомобиля. Этот немного футуристичный Ford Transit Connect в версии от Hot Wheels имеет реальный прототип. Сама компания Hot Wheels привезла его в 2013 году на мотор-шоу Сэма в качестве шоу-кара. Под капотом того транзит стоял не самый выдающийся четырехцилиндровый надувный мотор на 175 сил, но у нашего экземпляра с безобидной раскраской службы дезинфекции в рукаве есть козырь явно посерьезнее. 911-й версии GT3, первого модельного образца 99-го года. GT3 это эдакая промежуточная ступень, когда до профессиональных кузовных гонок еще немного не дорос, а на уличных светофорных баталиях стало явно неинтересно. Классический Porsche атмосферный боксер объемом 3,6 литра развивает 355 сил. Первую сотню машины разменяют за 4,5 секунды, а максимальная скорость составляет 310 км в час. Итак, машина на старте и прогреты. По правилам дрэкспуска борьба идет до трех побед со сменой стартовых позиций. Старт! После прыжка пилот Porsche теряет управление, нос переставляет на разделитель и вот уже машина скользит днище между рядами. Удар об отбойник и Porsche отбрасывает на крышу. Первый раунд за Ford Transit Connect. Второй заезд, машины меняются позициями. Старт! После приземления оба пилота удержали машины на треке, но Fordу это далось явно тяжелее, друзья, посмотрите. И несмотря на то, что финишную черту благополучно пересекли и Porsche и Ford, второй уже не смог преврастать отставание после прыжка. 1-1. Старт третьего заезда, прыжок и обе машины теряют управление. Транзит сразу переворачивает на крышу, а Porsche повторяет сценарий первого раунда. Выброс на разделитель, удар об отбойник и переворот. Не финишировал никто, даже несмотря на то, что фургон и пересек передней бампером черту. Перезаезд. Счет по-прежнему 1-1. Дан старт. Прыжок. Приземление. Злополучный рог потери контроля над передней осью продолжает преследовать спорткары Штутгарта и останавливается в шаге от победы. Полагаю, пилоту 911 очень обидно, ведь даже удерживая машину в таком положении, он ехал впереди Ford. Счет становится 2-1 в пользу транзита. Следующий заезд. Разгон. Выход на трамплин. Прыжок. И снова транзит ложится на крышу, друзья. В этот раз он уже не доехал до конца трека. Тогда как гонщик в Porsche ловит свой болид после приземления и, не теряя скорости, чисто пересекает финиш-лайн. Счет сравнялся. 2-2. Шестой заезд. Никто не хочет уступать. Пока паритет. Старт. Прыжок. И обе машины сходят с дистанции. Но посмотрите на Porsche. Автомобиль слетает с трека, совершает курок, чудом не задевает шею на парковке и сносит техническое здание. И все это летит с обрыва. Трагическая авария, друзья. Просто трагическая. Но я уверен к следующему старту все будет хорошо. Седьмой раунд. Обстановка на коленнаде предела. Старт. Приземление. И снова Ford на крыше, а Porsche носом на разделитель. И вновь отбойник останавливает немецкий спорткар, хотя он опережал соперника. А Ford тем временем пересекает финишную черту и побеждает. Да, вот в таком положении вверх колесами. Но финишная черта пройдена всем корпусом. Формально Транзит финишировал и получил третью, решающую победу. Наши поздравления. Ford Transit Connect. Что ж, друзья, это был напряженный и интересный заезд. И еще более интересные испытания ждут нас впереди. А я с вами прощаюсь. Оставайтесь с Баккарт Шоу.